так называемое правильное питание. Следует ли какие-то продукты вычеркнуть из рациона раз и навсегда? К каким модным веяниям в области питания стоит отнестись скептически? Разобраться в этих важных, сложных, актуальных вопросах нам помогает нутрициолог Татьяна Лукьянова. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот давайте начнем с главного и объясним мне и нашим зрителям, чем отличается нутрициология от диетологии. Нутрициология – это наука о взаимодействии питательных веществ, БАДов, витаминов на организм человека. Если говорить о отличии нутрициолога от диетолога, то у нутрициолога более комплексный подход к этому. То есть это изучение дефицитов витаминов, минералов, микроэлементов и работы с ЖКТ, это сдача анализов. То есть это, можно сказать, почти как врач. Ну то есть по большому счету вы заглядываете уже внутрь клетки? Да, да. И каким-то образом можно эту клетку оздоравливать с помощью внешних влияний, вложений в организм. Очень интересно. Вы знаете, не так давно мы с коллегой поднимали тему того, что любая диета, ну практически любая, это всегда психологическое испытание для того, кто на эту диету садится. Интересно, почему мы все время говорим, что мы садимся на диету, да? Вот, ну вот автоматически накладываются запреты на какие-то привычные вещи, там на любимый завтрак или на поход с подружкой в приятное заведение. И ты уже отказываешься от ресторана, ты уже отказываешься от какого-то дня рождения, на который тебя приглашают, потому что ты боишься сорваться. Вот нутрициологи, что говорят по этому поводу? Вы как-то помогаете адаптироваться беднягам? Здесь главное изменить своё отношение к этому, воспринимать это не как диету, а как завалористрированный рацион. То есть изменить своё отношение к этому, потому что диета — это про ограничения всегда. Где есть ограничения, там есть сопротивление. И правильно сказали, вот социальное давление, и воспринимаешь себя как, что я не такой, как все, здесь нужно изменить свои отношения и подумать, а может быть, я такой, как надо, а другие не такие, как все. Хорошо, а как себя вести, например, на дне рождения, когда ты понимаешь, что ты должен на границе с небольшим каким-то белком без майонеза и каким-то лёгким салатом, а тебе все говорят, давай, 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 давай. Ну, здесь я бы посоветовала менять окружение. Потому что нужно воспринимать, как бы у кого-то есть свои определённые правила, и просто воспринимать это как сбалансированный рацион, и не говорить в первую очередь самому себе, что это диета, а не использовать слово диета. Ну вот вы хорошо подсказали, а может быть, подскажете, какие-то речевые модули, которые помогают человеку отражать вот эти атаки друзей? Говорить, что у меня сбалансированный рацион. И всё, и про тебя навсегда забыли. Не жена ты мне более, не жена. Вы знаете, я слышала о том, что голод-то бывает разный, что часто мы путаем жажду с голодом. Ну, я о другом хотела. Есть ещё такой эмоциональный голод. Не знаю, вот как мальчики, а девочки с этим точно сталкивались. Вот хочу шоколадку и всё, и ничего другое не заменю. То есть ешь яблоко, то есть ты голодный, ешь яблоко. Не хочешь яблока, значит, не голодный. А требуется именно шоколад. И ничего тут просто не сделаешь. Как быть в такой ситуации? Здесь, конечно, нужно работать со своим психологическим фоном. Работа с психологом даже посоветовала бы, потому что всегда это нехватка позитивных эмоций. И даже по психосоматике диабет – это нехватка сладостей в жизни. Поэтому у каждого свои позитивные эмоции. Просто кому-то это подходит прогулка по лесу, кому-то... То есть хочешь шоколадку, иди по лесу погуляй. Ну, у каждого своё, да. Ну, может быть, может быть, действительно. Я хотела бы вот с вами, как специалистом, поговорить о каких-то распространённых практиках, которые, говорят, стопроцентно работают. Миф, правда. Вот давайте да, нет. Например, подсчёт калорий – это нужная история? Подсчёт калорий – это не сильно нужная история. Здесь важно именно соблюдать норму белков, жиров и углеводов. И если вы её соблюдаете, плюс-минус у вас калорийность будет средняя такая, как нужно. О чём я говорю, вот, например, норма белков – это 1 грамм на килограмм веса. И, соответственно, у всех она будет разная. Кто-то весит там 60 килограмм, кто-то 70 килограмм. Ну, ведь это очень сложно. Ну, я так предполагаю, что с какими-то монопродуктами ты ещё как-то можешь это почитать. А если у тебя блюдо какое-то, то это очень сложная история? Есть специальные программки, приложения, которые легко это подсчитывают. Да, нужно заморочиться, возможно, недельку-две вот так вот посчитать, но потом глаз уже будет намётан, как говорится, и вы будете понимать, что приблизительно, например, вот столько вам нужно съесть, чтобы получить свою норму белков. А вот давайте, какая должна быть пропорция? Про белки мы услышали, жирки для жирков. Белки 1 грамм на килограмм веса, жиры тоже 1 грамм на килограмм веса. Углеводы желательно не увеличивать больше 3 грамм на килограмм веса в расчёте. Так, постарались это запомнить. Я посмотрю, что это за программа, мне интересно. Но вот сложная история, может быть, есть проще? Вот, например, сейчас все звёзды рассказывают, как они замечательно худеют, конечно, не за счёт резекции желудка, а за счёт интервального голодания. Да, интервальное голодание – это ещё одно нововведение модное. К сожалению, оно не всем на самом деле подходит. Многие на него подсаживаются, но очень сильно влияет на организм. И если есть проблемы с жёлчным, с печенью, пойдёт во вред. То есть не рекомендуете вы увлекаться интервальным голоданием? То есть можно попробовать, если врач не против ваш? Если вы не знаете точно свой организм, вы не обследованы, то не рекомендую. Не рекомендую. Хорошо, есть ещё такая практика. Её я не встречала в рекомендациях звёзд, но её часто рекомендуют диетологи в социальных сетях. Это кето-диета. Кето-диета тоже не всем подходит на самом деле. И многие на неё тоже подсаживаются из-за моды. Но там тоже идёт очень сильное ограничение, опять же, по углеводам. Убираются углеводы. Но тогда это большая такая, знаете, бомбардировка твоих почек. Потому что если много белка, то страдают почки. Да, идёт большой стресс на организм. И не все способны перерабатывать такое количество жиров. Тоже не всем подходит. Это очень индивидуальная диета. Ну и теперь вот к вам, как нутрициологу. У нас лето. И всё-таки появляется постепенно то, чего мы так долго ждали. Наконец-то мы забыли про капусту, которую всю зиму готовили в разных видах. Как нутрициолог, посоветуйте какие-то продукты, какие-то вещи, которые помогут привести себя в форму именно в этот период. Ну, в первую очередь я хочу всем посоветовать работать над своим психоандациональным фоном. Потому что это главное. Многие не могут похудеть на самом деле из каких-то психосоматических проблем. Второе. Это, конечно же, поменьше углеводов, побольше белка и воды питьевой. Ну как же ж это без углевода? А клубника? А черешня? А вот всё, о чём мы так долго скучали. Поменьше сложных углеводов. Сложных углеводов, да. Это бучное, булки, шоколадки, вот такие вот. Конечно, углеводы бывают разные. Клетчатка нужна, важна, зелень, овощи, конечно, обязательно. А скажите, пожалуйста, вы упомянули зелень. Вот, в принципе, если очень соскучился по зелени, попастись ты не можешь, да, но, по крайней мере, купить несколько пучков. Вот здесь есть какие-то ограничения? Или зелень не особо влияет на количество килограммов? Нет, зелень очень низкокалорийный продукт. Единственное, что я хочу посоветовать, вымачивать в соде в холодной воде хотя бы минут 15-30, чтобы избавиться от нитратов, пиццидов. Это очень сейчас распространённая вещь, и это поможет больше очистить. Хороший лайфхак. Спасибо вам большое, Тань. Татьяна Лукьянова, нутрициолог, у нас на связи. Сделали выводы. Не увлекаемся модными диетами, а подходим к своему организму с научной точки зрения.